Ребята, это перезалив, к сожалению. Вчера вышел этот видеоролик, но спустя 15 минут после публикации я его тут же удалил. Почему? Потому что был дикий баг Ютуба. Всё лагало, у многих не отображалось это всё в подписках, кому-то не пришло уведомление. Короче, я это удалил и выкладываю сейчас. Так что если вы вдруг успели посмотреть, пожалуйста, посмотрите ещё раз. Или там включите на заднем фоне где-нибудь. Ну а если ты не смотрел, добро пожаловать. Извините за неудобство. Ребята, всем привет! Сегодня вас ждёт просто крутейший эксперимент. Мы с пацанами хотим сделать в настоящей квартире каток. Каток, по которому можно будет кататься на коньках. Не на роликах, а прям на коньках. Вот так вот встать и кататься по квартире. Это просто невероятно. Но чтобы такое существить, есть всего два варианта. Первое. Мы заливаем всё нафиг водой. Ставим морозильные установки, всё это замораживаем и у нас получается каток. Но я думаю, что владелец квартиры и соседи будут вообще не рады такому исходу событий. И второй вариант. Самый интересный. Существует специальный нетающий лёд. Синтетический лёд. То есть это такая штука, которую можно постелить. И поэтому можно кататься на коньках. Достать эту штуку очень сложно. И она капецкая дорогая. Поэтому мы сейчас из Новосибирска стартуем в другой город. До которого нам ехать аж 5 часов. 5 часов для того, чтобы отснять для вас крутейшие видеоролики. И мне кажется, что это заслуживает вашего лайка. И давайте так. Если вам нравятся наши эксперименты с какими-то необычными вещами. Например, водоотталкивающий порошок. Синтетический, искусственный, нетающий лёд. Ставьте лайк. Если под роликом наберётся 130 тысяч лайков. Мы находим ещё какой-нибудь интересный предмет. И снимаем с ним офигенный эксперимент. Ну а мы с ребятами погнали в путь. Наконец-то, ребята. Мы проехали несколько сотен километров. И мы наконец-таки приехали. Я думаю, видно, что это очень маленький город. Но зачем же мы куда-то поехали? Смотрите. Искусственный лёд. То есть вот этот нетающий лёд. Стоит очень дорого. Его нельзя просто так купить. Потому что его производят только на заказ. И этот заказ должен быть от 50 квадратных метров. А вы знаете, сколько стоит 50 квадратных метров? Полмиллиона рублей. Но нам капец как повезло. Потому что мы нашли человека, который оказался нашим подписчиком. И у которого есть этот лёд. И он нам любезно его предоставил. Ребят, вы только представьте. Мы проехали не одну сотню километров. Для того, чтобы достать то, что практически невозможно достать. Для того, чтобы снять для вас просто видеоролик. Для того, чтобы вы посмотрели. У вас поднялось настроение. Вам было интересно это посмотреть. Поэтому я вас очень прошу. Прямо сейчас спуститесь вниз. И посмотрите, каким цветом горит ваша кнопочка подписаться. Если она красная, нажмите на неё. Ведь мы очень сильно стараемся ради вас. И если вы смотрите наши ролики, но не подписаны, почему бы не подписаться? Ведь это правда не сложно. Это занимает всего одну секунду. А нам это будет очень-очень приятно. Тем более, чем больше подписчиков на канале Дюшес, тем круче видеоролики. Вот даже полиция сейчас едет за нами. Так, ладно, пойдёмте в дом. Может, вдруг реально с нами. Вот в такой квартире мы сегодня и будем снимать наши эксперименты. Это самая типичная квартира. Здесь вот телевизор, тумба, диван. В принципе, всё стандартно. Самое главное, что здесь есть пол, из которого мы сейчас сделаем каток. Кстати, ребят, нам уже привезли этот лёд. И мы пока заходили, мы краем глаза на него взглянули. И знаете, у нас такое ощущение, как будто нам просто кусок льда, который во дворе заливают зимой, просто взяли и привезли сюда на квартиру. Там прям... Да что рассказывать, давайте мы вам покажем сейчас. Так, аккуратно. Аккуратненько. А то разобьётся. А то разобьётся. По ощущениям это так, ребята. Это не тающий синтетический лёд. Давай его положим. Я не знаю, с чем это сравнить, но это просто невероятно. Посмотрите вот сюда. Как будто реально поехали на каток, вырезали вот так вот в виде какого-то пазла вот эту штуку и привезли сюда. Он холодный. Ну холодный из-за улицы, скорее всего. По ощущениям, я не знаю, как это описать. Это пластик, но по ощущениям. Как будто жирная какая-то поверхность. Прикол в том, что срок годности у этого льда 10 лет. С одной стороны. Но есть и вторая сторона. Смотрите. По этой стороне активно катались на коньках. Очень активно. Переворачиваем. А это новая сторона. Она скользкая. Она очень гладкая. Короче, я нашел фотографию настоящего льда на катке, чтобы вам было с чем сравнивать. И смотрите. Вот сюда и вот сюда. Практически не отличить. Если особенно смотреть задалека, вообще один в один будет. Самое интересное, это толщина этого льда. Она равна примерно одному сантиметру. То есть вот можно посмотреть, какая она в толщине. И самое интересное, это то, что он не гнется. Его невозможно сломать вообще никак. Это напоминает пластик. Но это что-то какой-то полимер. Да, какой-то там супер какой-то сплав. Короче, эта штука очень прочная. На ней можно кататься. На ней можно прыгать. Можно дрифты делать на коньках. Я не знаю, как она называется точно. Но могу сказать, что она просто капец какая дорогая. И ее мало где можно встретить на самом деле. И как вы понимаете, ребята, таких листов у нас много. У нас получается суммарно 10 листов. Это 20 квадратных метров. Этого хватит, чтобы застелить комнату. И еще часть другой комнаты. Короче, каток сегодня получится просто невероятный. И я думаю, теперь вы понимаете, почему у этого льда форма пазла. Для того, чтобы он мог идеально крепко цепляться друг с другом. То есть когда мы все это скрепим, у нас получится единый лед. Бесшовный. И это капец как круто. И я думаю, для начала давайте возьмем пару листов. Сделаем такую вот дорожку. И протестим вообще, что он из себя представляет. Будет ли оно скользить. Потому что пока что, ну, большие сомнения. О, зашел. О, пофигеть, слушай, реально. Смотри, тут вообще не видно шва почти. Ну, объективно его видно, но видно не так сильно, как мы думали. Он прям вообще вот стык в стык встал. Здесь вообще не запнешься даже реально. Предлагает для начала пройтись просто босиком. Потому что по льду скользко и босиком. Независимо от того, в коньках ты или нет. Можно подскользнуться, навернуться и хорошенько удариться. Поэтому давайте пройдемся сначала босиком. А, нет. Фигня. Это так не работает. Здесь сцепление намного лучше, чем вот здесь. Здесь шансов упасть намного больше есть, чем вот здесь. Так, может быть, обуться стоит? Да, давай обуви. Давай обуви. Ох, в школьные годы. Дайте мне летние кроссы, каточек. Я бы вам устроил ралли. Хочется разбегать? Ну, так сейчас. Давайте не будем сейчас пробовать просто разбегать. Ой, ё. Ну, это объективно. Объективно ты пошел на блюд. Что-то у меня подозрение, что это не будет работать. Мне кажется, что на коньках будет вообще отлично здесь. У нас есть вот такие вот советские санки. Когда я был маленький, мы на них просто скатывались с ледяных горок. И это было убийственное занятие. Там такая скорость, такой драйв. Короче, скользила эта штука очень хорошо. Но это был настоящий лед. А будет ли она скользить по синтетическому льду? Вот это вопрос. Напиши в комментариях, как вы думаете. Но мы сейчас попробуем. Ставим. Садись, Андрюха, я тебе кто-то еще... Давай, Максутка. Ну-ка. Так, сомневаюсь, что эта веревочка сможет выдержать этого кабанчика. Вот так вот. Легко? Что? А я вообще легко. Подожди, ты угораешь сейчас? Что? Ты так тяжело мне тянул тебя сначала. А сейчас прям легко так. Тебя с места надо было сложно очень сдвинуть. А так? Все. Подожди. Хочешь, можешь попробовать меня повезти? Ну-ка сядь. Опа. Поехали. Веди меня, большая черепаха. Ты вообще неиздвигаемый. Ребят, с мертвой точки сдвинуть тяжело, но потом это как лед. Это... Смотри. Щелезь. Отсюда домой. Погоди, ты хочешь? Да. Вашему вниманию. Попслей от Андрея. Ну, оно едет не прям идеальное скольжение. Слушайте, я что-то переживаю насчет того, что коньки будут так же тут. Что это за каток-то будет, если коньки не смогут прям кататься? Ну, на меже там острове. Ты будешь постоянно толкаться. И что, я вот так буду ехать? Так, ладно, ребят, короче, на санках в теории можно кататься, но это не так весело, как на настоящем льду. Так что, пока что 2-0. Этот лед проигрывает настоящему льду. Хотя нет. Чего, он проигрывает? Настоящий лед нельзя в квартиру поставить. О, и он едает. 2-2 получается. В общем, ребят, я предлагаю не баловаться с этой маленькой ерундой, а застелить всю комнату. Погнали. Ну что, ребята, наш каток полностью готов. Единственное, что у нас возникла проблема при его заливке. Объясняю. Первое, это вот этот вот шкаф. Этот шкаф прикручен к стене. Зачем? Я не знаю. Но сдвинуть его не получилось, поэтому под него подстелить у нас тоже не получилось. Собственно, из-за этого все проблемы пошли. То есть мы здесь постелили вот так вот. Здесь до стены не достает. Еще один лист туда не войдет. И, в принципе, стелить туда еще один лист бессмысленно, потому что здесь находится диван и тумба. Здесь лист тоже не влазит, потому что очень мало места в проход. Лист тоже не входит, поэтому мы постелили его вот здесь. Как я вам уже сказал, подрезать его нам нельзя, поэтому мы сделали все вот таким образом. Но здесь есть интересный момент, мы будем перепрыгивать. Ну, если это, конечно, будет работать. Так что вот вам спонсор данного видеоролика Red Bull X Fighters, там, или как-то там, всякие штучки. Короче, предлагаем надеть коньки и опробовать его, наконец-таки. Я уверен, это будет просто невероятно. Ну что, ребят, затестим конечки. Кстати. Что? Что это за магия вне Хогвартса сейчас происходит? Слушай, ну... Я не верю, да, нафиг? Я думаю... Серьезно, типа? Я думаю, мы сейчас нормально покатаемся. Так, ну-ка, давайте наденем. Почему у меня следового дела? Я бы на улицу вообще бы не ходил бы в таком случае, если у меня дома каток был бы. Я в предвкушении, парни. Погнали. Мы... Я не верю, что вы это сделали. Ну? Так, ну я стою. А, может, проедешься? What the fuck? Это правда ест? Ха-ха-ха. Привет. Хрен, что ли? Есть, конечно, небольшое отличие с настоящим льдом, но это прямо... Это прямо на... Ну, я не знаю, может быть, на 10% ты чуть медленнее катишься. Это просто вау. Это просто вау. Вау. Это вообще... Это просто... Тихо. Хотел выпендриться, но я не так хорошо катаюсь. Парни, это вообще... Это что-то не писать. А есть у нас клюшка? Да. Дай тебе клюшку. Опа. Да, соседи сейчас, наверное, в шоке. Вау, как круто. Кто включил, значит, вау. Опа. Да что, задвинули? А что, задвинули? Вау. Я не настолько круто катаюсь, чтобы прямо вот так вот делать, но у нас есть Максута. Сколько ты занимался таким? 5, нет, 7. Покажешь сейчас что-нибудь прямо такое жесткое? Я на самом деле не знаю, потому что с таким льдом я сталкиваюсь в первый раз в жизни. Но мне интересно попробовать. Вау. Нифига. Я впервые это делал. Дай, Максута, вставай и офигевай просто. Непонятно, да, пока что? Ну, он гораздо менее скользкий, чем лед. Дай-ка я попробую проехать прям по прямой. Прямо как на льду, да, ездишь? Прямо как на льду. О, я-я-я-я. Что творилось? О, я-я-я-я. Я думаю, видно, что человек действительно занимался. Я хотел спиной проехать. Это очень сложно здесь делать. Не, спиной кататься саднебливочно как минимум. Не хватает вот где-то в 10% этого скольжения, да, вот как на льду. Вот, чуть-чуть, чуть-чуть, но не то, но все равно это. Когда начинаешь ехать спиной, я вот упираюсь во что-то и начинаю падать. Но если ехать по прямой, то это прям... Слушай, я теперь понимаю, почему здесь лес. Это прям почти лед. Вау. Что-то дыбит. Опа. Не прошел. Ну, рискут. Это ищи. Давай, блядь. Блядь. Ты что, убрали? Аська, Макс, не тихо. Мне нравится. Черт, смотри, полиция, Макс, вот. Я здесь всего лишь катаюсь на коньках. Ничего криминального. В квартире. Самое здоровное, знаете, что если приедет полиция, мы такие, типа... А где написано, что нельзя кататься на коньках? Вау. Блин, ну это вообще, я не знаю, у меня просто не сходится что-то в голове, что так возможно. Это круто. У нас же есть еще дорожка туда. Давай попробуем туда залететь. Ну, дайте я. Наконец-то мы коньки. Блин. Че, как? Ну? Ну, иди сюда. Иди, родной, я тебя поймаю. Не бойся. Давайте, поймаем тебя. Куда ты идешь? Офигеть. Вообще, блин. Просто непередаваемый. Ну, реально, каток. Так, ребят, у нас была задача перебраться туда. Ну что, я погнал, может, я первый? Ты первый? Ну, я не обещаю, что я прыгну, но я перешагну. Я попробую прыгнуть. Там остановиться тяжело в конце. Я видел, как у тебя нога, короче, дрифтануло. Вход туда, почему улетел. Попробуйте. Давай, Ромарин. Что мы делаем в квартире, господи? Я думаю, соседи не в восторге от того, что мы делаем. Наверное, им как будто дятел сверху. Так, с каждым нашим шагом. То есть, мы такие, типа, катаемся. Смотрите, снизу люстра. Так, все, моя очередь. Там спасают кровать. Твою мать! Это идея. Что вообще происходит? Я, походу, цепанул чуть-чуть пол. Вот, но затормозить там действительно нереально. Но топал я очень громко. У нас есть с собой кое-что интересное. Мы с ребятами взяли машинку. Радиоуправляемую, быструю. Я думаю, вы помните, как машинка себя ведет на скользкой поверхности. Ее начинает тут же заносить. Но это лед. По идее, если взять настоящий лед и запустить быструю машинку, она даже не издвинется с места. Но давайте посмотрим, как она поведет себя на искусственном льду. Наша одна из самых быстрых машинок. Сейчас вы на своих экранах видите кадры, как мы эту машинку запускали без пил на льду. И она вообще себя отвратительно вела. Ее болтало из стороны в сторону. И даже когда мы цепляли цепи, это вообще не помогло. Короче, по льду она ездить не могла. Но посмотрим, как она поедет сейчас. Ну, короче, да. Ее очень сильно заносит, в принципе, как и на настоящем льду. Самое забавное, что после того, как ты либо катаешься, либо просто, вот, машинка даже проехала, на лезвиях остается вот такая вот штука. Это какая-то крошка. Вот, собственно, вот эта вот штука и есть сам искусственный лед. Я так понимаю, что она слой за слоем просто снимает, да, вот, получается, пластик. И даже здесь на колесах очень хорошо видно, что эта штука прям прилипает так нормально. Но факт остается фактом, машинка брестует нормально. Будь тут расстояние больше, было бы очень хорошо видно, как ее заносит. Но здесь очень маленькое расстояние как для машинки, так и для нас. Поэтому в полной мере мы не можем, к сожалению, показать это. Но зато это в квартире. Понимаю. Так, ну, короче, машинка очень скользит. Ну и, наконец-то, я предлагаю сделать то, о чем мечтает, наверное, каждый взрослый ребенок. Поиграть в хоккей в квартире. А что, вы никогда не мечтали, что ли, об этом? Пацаны, вы мечтали? Я мечтал всю жизнь. Как родился. Естественно. Я предлагаю сейчас зарубиться с Максутой. Мы будем играть только мячиком, а не шайбой. Потому что у нас здесь стекло, а Максута очень сильно кидает. И если Максута попадет в стекло, он 100% его разобьет. А платить за стекло очень не хочется. Поэтому будем играть мячиком, Максута, аккуратно. Я буду играть предельно аккуратно. Мне кажется, Андрюха выбрал ту сторону неспроста, чтобы у него были хоть какие-то шансы. Ну, чувак, ты хоккейк занимался, конечно. Ром, засекай две минуты. У меня будет шанс хотя бы по-быстрому типа что-то сделать. Так, парни, по моей команде я засекаю время. По окончании вам будет дан сигнал. Вы готовы? Да. Давайте, вбрасываю на счет 3, 2, 1. 1-1. А сюда довольно серьезно держится на кредит. Ай-я-я-я. Играй. Да, вот один был. Итак, начинай. 1-0 с пользой Ладрея. 1-1. 1-1. Тише, тише, парни, не сломайте ноги. Ай-я-я. Нет. Удачи. Ай-я-я. Давай-давай-давай-давай. Они очень уверенно играют. Удачи, я заснял. Осталось 47 секунд. Машу подавали, у меня есть время совместно. Надо сделать золотой болт. Нет, нет, нет. Было. Да, да, да. Было. 28. Ну вот всегда видно, что подается на самом деле. Он у меня, кажется, долго уже сто процентов. И слишком мало места. 17 секунд. А-а-а, в подушку попал. Сколько? 14. О, 8, Макс. Последний. Нет. Последний гол забивает Максу. Он попал в Росфу. Ну, это было с рикошетом. Я не знаю, можно ли это считать. 3-2. Ребята, вы поиграли только что в хоккей. Может быть, в безобидники. Но все же мы сделали это в квартире, ребята. На этой штуке играть можно реально. Прям спокойно. Было бы больше места. В принципе. Разогнаться. Хорошенько обыгрывать. А здесь просто вот. Бах. Бах. Кинув в подушку попал. И вообще ничего не получилось. Знаешь, я принорвился. Я так и задом подъезжал. И вперед мог резко подъехать. То есть, ты себя очень уверенно чувствуешь на этом льду. Постарались сделать все, что возможно в этом видеоролике. Все, что только реально было сделать. Арендовали квартиру. Нашли лед. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Всем пока.